Всем привет! Сегодня мы пройдемся по сникеру-алфавиту. Эй, Adidas. Adidas подарил этому миру Стэн Смиты, Суперстары, Газели и, конечно же, Изи Бусты. Изначально Adidas назывался обувной фабрикой братьев Dassler, а первыми продуктами были футбольные бутсы и беговые шиповки. В последних, кстати, Джейси Оуэнс выиграл олимпийское золото в Берлине в 36-м году. Знать этот бренд надо, как азбуку. Air. Не просто воздух, а целая революция в мире кроссовок, которую начала компания Nike в далеком 78-м. Впервые инженеры использовали капсулы с сжатым воздухом в модели Tailwind, и это оказалось отличной технологией для амортизации. Ну а дальше Air Force One, широкая линейка кроссовок Air Max, ну и далее по списку. Asics. Бесспорно, главный японский производитель кроссовок. Бренд берет начало в 49-м году под именем Anitsuka Tiger, но уже в 77-м году эволюционирует в Asics, который подарил нам безумное количество крутейших силуэтов, таких как Gale Light 3, Kayana, Saga и многие другие. B. Blazer. Культовая модель Nike, с которой начался путь с Вуша в большой баскетбол в 73-м. Сейчас это просто классик, на базе которой создаются коллаборации с Soft White, Sakai и другими модными брендами. Boost. Технология компании Adidas. Тот самый мягкий пенопласт, на который ставят Изи и почти четверть всех кроссовок бренда. Возможно, важнейшая технология в новой истории немецкой компании. Bryant Kobe. Всю карьеру защищал цвета LA Lakers. Пять раз в их составе становился чемпионом NBA. Дважды брал золото Олимпийских игр. Успел поиграть во многих кроссовках, но статус великого игрока получил в именных кроссовках Nike. К сожалению, в январе Коби не стал, но он навсегда остается в наших сердцах. C. Клайд. Кроссовки Puma, ставшие иконой баскетбола и B-боинга. Названы в честь самого стильного баскетболиста 70-х Волта Клайда Фрейзера. Converse. Наверное, нет такой субкультуры, куда не попало бы обувь этого бренда. Говоря о Converse, первым делом представляешь культовый All-Star. Первые и самые продаваемые кеды в мире. Круто, что в последнее время арсенал бренда пополняется новыми моделями для баскетбола и скейтбординга. D. Diodoro. Старейший итальянский бренд кроссовок и спортивных ништяков. Первым продуктом Diodoro были ботинки для скалолазания, но известность заработали своими беговыми и футбольными моделями. Еще одна неотъемлемая черта бренда – это превосходное качество и отменные материалы. И да, часть коллекции бренда до сих пор отшивается в Италии. D. DUNK. Изначально баскетбольная модель Nike, взорвавшая мир студенческого спорта в США в 85-м. Но настоящее признание получил лишь после добавления приставки SB. Привет, Джефф Степпл, Суприм и Трэвис Скотт. E. INCAP. Знаменитая технология амортизации New Balance. Конструкция состоит из полиуретановой оболочки, которая заполнена материалом EVO. Эта технология позволяет снизить нагрузку на ноги, благодаря чему долгие прогулки становятся максимально комфортными. E. INCAPATRIC. Мощный центровой из 90-х, легенда New York Knicks. Важное звено той самой Dream Team из 92-го. А еще основатель своего обувного бренда E. INCAPRIC. Знаменитого своей моделью E. INCAPRIC 33 High. F. FILLA. Ребята с итальянскими корнями, которые когда-то зажигали в NBA, со своими моделями для Гранта Хилла и Джерри Стекхауса. Но сейчас зажигают в лайфстайле с моделью Disruptor, очень полюбившейся в России. Возможно, они покажутся чересчур громоздкими и не самыми технологичными, но, черт возьми, они неотразимы. В Street Beat, кстати, много расцветок этой модели. FAMPOSIT. Полиуретановая технология Nike. Ассоциируется прежде всего с баскетбольными кроссовками Nike, FAMPOSIT ONE и PRO, и, конечно же, с Penny Hardware. Разрабатывать этот хитрый пластик помогала компания Deo. Горячий полиуретан заливался в форму, позже остывал, и в итоге получался красивый, ребристый, бесшовный силуэт. Air Force One. Объективно, самый популярный силуэт Nike. Форсы создавались с Брюсом Килгером, как баскетбольные кроссовки, но их слава ожидаемо вырвалась на улицы. Nike Air Force One не просто упоминали в песнях, рэпер Нелли посвятил им целый трек. G. Гель. Специальный силикон и главная технология компании ASICS, которая поглощает ударную нагрузку и обеспечивает высокий уровень амортизации. Как вы думаете, что произойдет, если уронить сырое яйцо на подушечку из материала гель толщиной 30 мм? Ровным счетом ничего. Вот прям настолько мягко. Gartex. Одна из наших любимых технологий и легендарное детище Боба Гора. Это тефлоновая мембрана, которая не пропускает воду, при этом выпускает горячий воздух. Huarache. А вы сегодня обнимали свои ноги? Гласил рекламный слоган кроссовок Nike Huarache. Поддерживал носок специальный экзоскелет, напоминающий сандалий. Поэтому технология получила название Huarache. Так мексиканцы называют сандалии. Как и большинство инновационных технологий Nike, Huarache была впервые задействована в беге. По сей день Huarache цепляет взгляды и остается как никогда актуальными. Tinker Hatfield. Создатель Nike Air Max 1. Кроссовок Nike Air Max из «Назад в будущее». Power Laces, all right! И, конечно же, самых крутых номерных моделей Air Jordan. Удивительный дизайнер и человек, способный черпать вдохновение из самых неочевидных вещей. Например, вдохновением для создания 11-х Джорданов для Тимки Росталова, что бы вы подумали, садовая газонокосилка. SpaceSuit, holy shit! That's amazing! I. Ignite. Полиуретановая технология амортизации от бренда Puma. Основное ее преимущество – отличный возврат энергии при ходьбе и беге. J. Jordan. Величайший игрок на планете и обладатель собственного именного бренда. Никто не оказывал такого влияния на баскетбол, как этот парень. Обязательно посмотрите сериал «Let's Dance» на Netflix. Джеймс Леброн. Со временем он становится только лучше, а в этом году имеет очень хорошие шансы на чемпионство в составе Лейкерс. Что до кроссовок, то баскетбольная серия Леброна насчитывает уже 17 поколений. Каждое поколение – это отдельная история, которую мы, возможно, вам скоро расскажем. Кей – гель Каяна. Культовая модель Асикс, созданная Ташиказу Каяну в 93-м. Одни из первых кроссовок Асикс, которые были идеальны как для бега, так и для тренировок. Считается, что дизайнер вдохновлялся жуком-рогачом, когда впервые набросал в кафе на салфетке эскиз будущей классики. Кикс – когда слово «сникерс» вылетает из головы, используйте «кикс». Это то же самое, но звучит громче и круче. Л – Лунарлон. Очень крутая и легкая амортизационная система Nike. Объединив свои усилия с НАСА, инженеры Nike смогли создать кое-что действительно выдающееся. При разработке Лунарформ использовался материал, который применялся для разработки сидений в космических шаттлах. А на адаптацию материала в итоге потребовалось 3 года. Но получилось. И какой результат? М – монархи. Если бы кроссовки были праздником, то монархи были бы днем отца. Недорогие и удобные подходят почти подо все. Идеальные массивные кроссовки. Майкропейсер. Те самые кроссовки Adidas с напичканной электроникой, которая считала пройденные шаги. Они появились в 1984-м за год до выхода фильма «Надад в будущее». Nike. Компания была основана Филом Найтом и его тренером по бегу Биллом Бауэрманом в 1972 году. История с вуши начинала с торговли кроссовками Анисука Тайгер прямо из багажника автомобиля. Потом история с вафельницей и изобретение первой подошвы компании. А сегодня Nike – самый крупный спортивный бренд в мире. New Balance. Американская компания из города Бостон, которая производит прекрасные беговые и повседневные кроссовки. Была основана в далеком 1906 году. Почти все модели имеют числовые названия, а некоторые из них до сих пор производят в США и Англии. Последняя новинка New Balance – модель Vision, разработанная совместно с Джейденом Смитом. Old School. Легенда. Синоним субкультур. Одна из самых популярных моделей Vans. Впервые были выпущены в 1977 под названием Style 36. На Old School впервые появилась знаменитая боковая полоска бренда. Ее можно сравнить с тремя полосками Adidas или Nike'овским Swoosh. Anisuka Tiger. Японский производитель качественного спортивного стаффа. Та компания, без которой не было бы Asics. В первую очередь знаменитая своей моделью Mexico 66. Различные вариации которой можно увидеть в фильмах с Брюсом Ли. В голову приходит еще модель Cortez, которая сейчас Corsair, с которой были безжалостно скопированы одноименные кроссовки Nike. Да, те самые, как у Форреста Гампа. Pee Puma. Между братьями Dassler редко было взаимопонимание. Но создать каждому великий спортивный бренд это в итоге не помешало. Puma производит одновременно самые быстрые в мире кроссовки. Привет от Stain Bolt и, возможно, самые стильные. Rihanna, Cara Delevingne, Weekend, J. Cole. Далеко не полный список амбассадоров прыгающей кошки. Pum. Технология, которая стала визитной карточкой Reebok в начале 90-х. Кнопка на язычке кроссовка с надписью Pum позволяла подкачать кроссовок в местах поддержки стопы. Так обладатель пары мог максимально комфортно подстроить кроссовки под себя. Не верится, что этой технологии Reebok в прошлом году стукнуло уже 30 лет. Q. Question. Первые и, на наш взгляд, лучшие именные кроссовки Алина Айверсона. Да и вообще лучшие ретро-баскетбольные кроссовки Reebok. Прости, Шакилунил. R. Reebok. Еще один спортивный гигант, который мы уже упоминали в нашем алфавите. Несмотря на его популярность, мало кто знает, что название происходит от породы южно-африканской антилопы. Она так и называлась – серый Reebok. Компания имеет в своем арсенале много крутых технологий и силуэтов. Типа Classic Laser, Pump Fury, Шакносис и вентилятор. А еще звание главного поставщика экипировки для UFC – Swoosh. Так называется – один из самых узнаваемых логотипов в мире. Речь о лого компании Nike. Представляет собой интерпретацию крыла греческой богини Победы Ники. А Swoosh – это звук, который мы слышим, когда что-то очень быстро проносится мимо нас. Кстати, эскиз Swoosh обошел Софиу Найту всего в 35 долларов. Его разработала студентка Портландского университета Каролин Дэвидсон. S. Swoosh. В 68-м году, в разгар войны между Puma и Adidas, первые делают ход конем, представив миру модель Swoosh. Большинство кроссовок того времени делались из кожи и канваса, а Puma решила использовать замшу и не прогадали. Swoosh стали одним из символов своей эпохи. Суперстар – важнейший элемент истории Adidas. В прошлом году суперстарам исполнилось 50 лет, но кажется, что для этой модели все только начинается. Опять же, истоки уходят в баскетбол, но слава заработана на музыкальной сцене. Все же помнят трек My Adidas группы Run DMC. T. Timberland. В мире мало явлений, которые можно сравнить с вкладом желтых ботинок Timberland в уличную культуру. Про эти чудесные, шестифутовые, нубуковые вездеходы хочется рассказывать вечно. Но вот самое главное. Впервые они были выпущены в 73-м и с первого дня гарантированно не пропускают влагу. В начале 90-х уверенно вписались в хип-хоп-тусовку. И, казалось, бруклинские рэперы на время забыли о существовании другой обуви. The North Face. Это не очередная технология и не название кроссовок. The North Face – аутдорный бренд, создающий товары для скалолазания и активного отдыха. Мы просто без ума от флисовых худи и теплейших пуховиков нубца. You Undefeated. Это лос-анжелеский магазин и полноценный лейбл, основанный Джеймсом Бондом. My name is James Bond. I own Undefeated. И Эдди Крузом в начале нулевых. Успели поработать практически с каждым спортивным брендом. Но прямо сейчас в новом приходят их последние работы. С Nike на базе Air Max 97 и Nike Kobe 4. Under Armour. Молодая компания, которая начиналась с американского футбола. Ее основатель, Кевин Плант, создал свой бренд прямо у себя в гараже, где разрабатывал бутсы и различную экипировку. Прямо сейчас эта технологичная броня занимает солидную нишу практически в любом виде спорта. Но особенно мы любим баскетбольные модели для Стефа Карри и необычные фитнес-кроссы для Дуэйна Скалы Джонсона. V. Vance. И снова бренд, про который мы не можем молчать. Обувь. Отцов скейтбординга, таких как Тони Альба, Джей Эдамс, Тони Хоук. W. Сирена Уильямс. Одна из самых влиятельных и титулованных теннисисток в мире и спортсменок в целом. Сирена обладает одной из самых быстрых подач в истории тенниса. Свыше 200 км в час и просто несравнимой волей к победе. И, конечно же, Сирена – бессменный атлет компании Nike. Канье Омари Уэст. Рэпер, дизайнер, многодетный отец и талантливый бизнесмен. Что бы Канье не выпустил, это обязательно раскупят в секунду. Настоящий гений. Важнейшая персона как в мире музыки, так и в мире кроссовок. X. X-Racer. Новая и крайне успешная модель New Balance. Она основана на элементах архивных беговых моделей и выглядит так, будто на земле начала 2000-х. Кроссовки из интересных материалов, с классными деталями. Заходите в Street Beat и изучайте. Y-Easy. Псевдоним Канье Уэста. И по совместительству его собственный бренд, который выпускает вещи как отдельно, так и совместно с Adidas. Кроссовки с логотипом Изи – предмет обожания сникер-хедов со всего мира. Йоджи Ямамото. Всемирно известный японский дизайнер одежды. Его стиль можно описать как деконструктивизм, а все, что он создает – произведениями искусства. Ну и, конечно же, мы не можем не упомянуть про линейку Y-3, которая создается совместно с компанией Adidas. Z. Zoom. Для нас Zoom – это технология амортизации Nike. Прочная воздушная подушка, которая состоит из мельчайших волокон. Она смягчает ударную нагрузку для атлетов практически в любом виде спорта. Всем пока! Это был сникер-алфавит от Street Beat.